На неделе премьер Армении Никол Пашинян посетил Нью-Йорк, а затем Париж. Во время визитов Пашинян откровенно дал понять, что готов пойти на сделку с Западом и дистанцироваться от России, если Запад предоставит Армении гарантии безопасности. В Нью-Йорке Пашинян встретился с госсекретарем США Антони Блинкиным, генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, главой Евросовета Шарлем Мишелем, а также выступил с трибуны ООН. Российские эксперты отметили, что Пашинян отказался от участия в саммите ШОС, но с радостью отправился в Нью-Йорк. Разумеется, таких совпадений не бывает, они явно носят не случайный характер, а списываются стратегии Пашиняна, которые явно демонстрируют пиетет перед США и Союзом, для того, чтобы ввести в игру на Южном Кавказе внешних игроков, это западные страны. Свою речь в ООН Пашинян почти полностью посвятил очередному военному обострению с Азербайджаном, а также назвал реакцию ОДКБ неадекватной. Напомню, что Армения обратилась к ОДКБ с просьбой вмешаться в конфликт, но в ОДКБ предпочли разрешить очередное армяно-азербайджанское обострение дипломатическим путем. Еще одним фактором дальнейшей эскалации может стать неадекватная реакция на сложившуюся ситуацию со стороны региональных организаций по безопасности, вызвавшая очень острые вопросы в армянском обществе. В своей речи Пашинян не произнес название организации, но все все поняли, и это еще один тревожный звонок для Москвы. Пашинян понимает, что для того, чтобы набрать политические очки в глазах США, необходимо максимально обрушиваться на ОДКБ, готовя параллельно какое-то общественное мнение в стране, для того, чтобы если такие решения Еревану будут приняты, они поддерживались бы большинством армянских избирателей. Конечно, Армения вряд ли вот так быстро и легко возьмет, да выйдет из ОДКБ. Но теперь Ереван может и будет шантажировать страны-члены организации, в первую очередь Россию. Российские эксперты считают, что в данной ситуации это удар в спину. Ее внимание сейчас, конечно, целиком все сосредоточено на Украине, именно вот в этот момент Пашинян фактически наносит удар в спину. Россия, демонстрируя и свои приоритеты, а самое главное, действуя абсолютно подло в отношении российских интересов. Самое главное, стремясь подорвать то равновесие и тот баланс, который сложился по итогам Второй Карабашской войны в регионе. Пашинян сейчас воодушевлен поддержкой Запада, но большинство, в том числе и на Западе, понимают, что Армения государство зависимое от России и в политическом, и в военном, и в экономическом смысле. Ее поворот к враждебным отношениям с Россией не более, чем попытка самоубийства. Москва и Россия заинтересованы в мире и в спокойствии, так сказать, на своей ближайшей границе. Я просто в этой связи всегда напоминаю, что позиция стран Запада, она была позицией по отношению, в том числе и к странам Кавказа, исключительно с точки зрения взаимоотношений метрополия-колония. А это означает, что данные территории рассматриваются только как ресурсные базы. Российская политика и в рамках Российской империи, и в рамках Советского Союза, и такой же она остается в рамках так называемой «Новой России», никогда не подразумевала колонизацию. Никогда. Для России сейчас важно, чтобы на Южном Кавказе установился долгосрочный мир, а Армения пытается затянуть мирные договоренности с Азербайджаном. С трибуны ООН Пашинян высказал недовольство тем, что Ильхам Алиев привел исторический факт, что в 19 веке на территории Армении жили азербайджанцы. Например, одним из важнейших предметов мирного договора является двустороннее признание территориальной целостности между Арменией и Азербайджаном. Мы уже заявили, что готовы это сделать, но Азербайджан пока этого не сделал. Наоборот, Азербайджан публично заявляет, что весь юг и восток Армении и даже столица Ереван являются азербайджанской землей. Но Алиев же не говорил, что демаркация должна пройти по картам 19 века. Россия предложила провести границу по картам времен Советского Союза. Эти карты находятся в генштабе. А вот Пашинян предлагает провести границы по картам 1991 года. Пашинян также высказался против Зангизурского коридора. Армения вроде бы и согласна на новый маршрут до Нахичеванской республики, но в соответствии с законодательством и под суверенным контролем республики Армения. Только вроде как на суверенитет Армении никто не покушался. Проезд должен осуществляться под контролем ФСБ России. Пашинян снова пытается усидеть на двух стульях. Вроде как на все согласен, но на условиях Армении. Хотя после Второй Карабахской войны на правах победителя условия должен выставлять Азербайджан. Хочу еще раз подчеркнуть. Мы полны решимости строить мир в нашем регионе. Но нам нужна полная поддержка международного сообщества, которое поддержит суверенную и демократическую страну и народ, подвергшийся агрессии вопреки нормам и принципам международного права. Пытаясь привлечь сторонних посредников, Пашинян затягивает выполнение мирных договоренностей. Это может привести к катастрофическим последствиям для Армении. У Азербайджана просто может закончиться терпение. Вот в Париже после встречи с президентом Франции Макроном Пашинян заявил, что готов подписать мирный договор с Азербайджаном. И сразу же снова затронул тему статуса Карабаха и участия минской группы ОБСЕ. В Азербайджане давно поставили в этом вопросе точку. Мирный договор возможен, когда Армения признает территориальную целостность Азербайджана. То есть признает Карабах Азербайджаном. А минская группа ОБСЕ вообще потеряла свою легитимность после того, как США и Франция отказались работать с третьим сопредседателем – России. Но Пашинян, вдохновленный поддержкой США и Франции, продолжает провоцировать ситуацию, забывая, что как Пасква спасла Армению от полной катастрофы во время Второй Карабахской войны. Придаем также важность урегулированию Нагорно-Карабахского вопроса, которое будет гарантировать права и безопасность армян Нагорного Карабаха. Думаю, что начало обсуждений между Азербайджаном и Нагорным Карабахом может быть полезным. В этом контексте я должен подчеркнуть роль Франции как странный сопредседатель ОБСЕ. То есть Пашинян не просто поднимает статус Нагорного Карабаха, а предлагает президенту Азербайджана сесть за стол переговоров с руководством непризнанной республики. В Азербайджане такие заявления даже комментировать не стали, считая их абсурдными. Руководство непризнанной республики в Баку считают сепаратистами, и, естественно, никто с ними разговаривать не будет. Но даже в такой сложной атмосфере Россия остается единственным посредником, сохраняющим нейтралитет между сторонами конфликта и единственным посредником, заинтересованным в мире на Южном Кавказе.